Слава Украине! Привет от Полонского, друзья мои! Хотел вам видео записать по поводу беженцев. Что происходит с беженцами и как расширская пропаганда это все подает, вы понимаете? Ну, я в краю попытаюсь объяснить. Смотрите, что они делают. Они окружают города, запрещают оттуда выезд. Доводят города до голода, не дают туда завозить продовольствие. Ну, далеко не надо ходить за примерами. Это вот Херсон, это, например, Мариуполь. Ну, Мариуполь это вообще ужас, что творится. Система очень простая. Везде запретить подвоз топлива, везде запретить подвоз воды, запретить... Вы же в курсе Мариуполя, да? Люди вынуждены с батареей пить воду. Везде запретить подвоз продуктов. То есть, это обычная ситуация, довести дело до голода. Это обычно для России, она всегда так делает. Вот. То же самое у нас в Буче-Бородянке абсолютно по той же схеме они делали. Довести дело до голода. А потом говорит людям, а мы вам предлагаем гуманитарный... Да. Запретить Украине вывозить своих граждан по гуманитарным коридорам, которые предлагает Украина. Это самое главное для них. А потом они говорят, а мы вам предлагаем теперь свой гуманитарный коридор. Вот, например, в Буче был. На север. На Россию. Ой, на Беларусь. Естественно, никто туда не поехал. Ну, само собой разумеется. Кто поедет... Ну, думайте, гуманитарный коридор к фашисту, который разбомбил тебе дом, изнасиловал жену, убил детей. А потом, говорит, а я тебе, говорит, даю гуманитарный коридор. Ну, 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 вообще. Это как, знаете, я не знаю, как из блокадного Ленинграда по блокадному коридору ехать гитлеровцам. Вы видите какую-то разницу? Я не вижу. А некоторые вот сетевые подонки, вот типа, например, знаете, есть такая публика вот типа Марии Шукшиной, да, вот. Я один раз послушал, у меня просто... Это просто пропагандистка, бессовестная, абсолютно такая... Знаете, человек типа Риббентропа, вот который... Ну, и типа Соловинова помета, вот этого все. Это такая человеческая уже низость. Вот эти люди, типа Шукшиной, да, типа помета, они должны попасть под суд. Обязательно. После того, как Россия проиграет войну, их обязательно нужно судить. Причем судить судом. Желательно вот эту Шукшину завести в Бучу, там, где они убивали людей. Или в Мариуполе еще лучше. Там еще хуже ситуация, чем в Буче. И вот в Мариуполе взяли сюда, чтобы там сидели все люди, которых она оболгала, которых насильно вывезли в Россию, там, чиннозапча, в концлагеря вот эти вот, которые там сейчас на России построены. Которых попытались вывезти вообще в какую-то мутаракань, там, чтобы они уже никуда не вернулись. Слава богу, некоторые умудрились удрать в Эстонию. Понимаете, что они творят? Они просто... Получается, они людей ограждают. Они не дают им есть, они не дают им пить. А потом говорят... Не дают выехать на свободную территорию укрыто. А потом говорят, есть вот один гуманитарный коридор, то как нам, к фашистам. Все, вперед. Вот. И люди, страдающие от голода, которые завтра умрут просто-напросто от голода, вынуждены воспользоваться вот этим фашистским коридором, ехать к фашистам. Понимаете, что происходит? А вот такие мерзавцы, как Шукшина и так далее, и так далее, и так далее, и подобные, да? Они это все освещают, кричат, как это все хорошо, какая русская армия хорошая. Она пришла, она всех разбомбила, она всех убила, тех закопала, тех оставила голодными. А потом дала гуманитарный коридор, по которому все эти оставшиеся люди, которых она случайно не добила по недосмотру, могут выехать на Россию. Слава России, да? Угу. Такая же слава, как была гитлеровской Германии. Но ничего, разберутся и с теми. Разобрались, точнее, с теми. Разберутся и с новыми фашистами. И вот с теми, кто оправдывает этот фашизм, тоже обязательно должен быть суд. Суд, я еще раз говорю, обязательно, чтобы на него пришли люди из Мариуполя, из Бучи, из Ахтырки, из других мест, разрушенных фашистами российскими. И чтобы они смотрели вот этим всем Шукшиным, этим пометом соловьиным в глаза и имели обязательно возможность им сказать все, что они об этих мерзавцах думали. Слава Украине! Слава Украине!